Атава-Ихсан представляет Наделенным способностью исцелять такие болезни, перед которыми были бессильны врачи У него не было дома и хозяйства Он вел жизнь странствующего проповедника Отвернувшись от мирского, пророк избрал Ахират и боролся, призывая людей на путь Аллаха Наставленные Аллахом принимали проповеди, заблудшие отвергали Велико было сопротивление неверных правителей, ибо так было установлено с момента сотворения земли В 30 лет на него была возложена посланческая миссия, и был он из великих пророков Уль-Уль-Азм Три года призывал он народ Израилев к вере В 33 года могуществом Аллаха он был поднят на небеса Всемогущий Творец освободил его от присущей человеку нужды в пище и воде И поднял на небеса вместе с ангелами, подарив его способностью жить на земле как человек И на небесах как ангел Творец поведал нам, что его подняли на небо, и все сомнения в этом исчезли Об этом свидетельствуют аяты Корана, и обладатели разума это восприняли Теперь, взяв за основу Коран и Сунну, поведаем об этом так, как передают историки По мере увеличения чудес, явленных Исой, алейхиссалям, и после неспослания Инджила, Евангелия Когда он начал призывать людей к единобожию, и люди потянулись к нему Власть иудейских священников пошатнулась Испугавшись этого, иудейские цари начали строить козни против Рухуллаха, алейхиссалям Те из потомков Израилевых, кто отвергал истину, начали клеветать на Ису, алейхиссалям Однажды, будучи в пути, с матерью, он встретил нескольких иудеев Только увидев его, они начали брониться, обзывая его колдуном и сыном колдуньи Это задело пророка, и он вознес мольбу, попросив, чтобы милость покинула их, и они унизились В тот час же Аллах ответил на его мольбу, и грешники превратились в свиней Это напугало иудеев еще больше, и они решили убить Ису, алейхиссалям Неверные пошли к пророку и стали задавать ему разные вопросы Пытаясь уличить его, но не достигли цели Тогда они решили напасть на него, чтобы убить Но архангел Джабраил, алейхиссалям, завел его в один дом и из-за кошка на крыше забрал его на небеса Глава иудеев отправил в тот дом одного из своих, чтобы убить пророка Обнаружив, что дом пуст, этот человек растерялся и, не зная, что делать, долго стоял посреди комнаты Товарищи, которые ждали его снаружи, были уверены в том, что он задерживается потому, что схватился с Исой, алейхиссалям Звали его Титиянус, и Всевышний сделал его внешне похожим на Ису, алейхиссалям Когда он вышел, иудеи схватили его и сразу повесили После смерти обнаружилось, что у него было лицо Исы, алейхиссалям, а тело Титиянуса Все очень удивились этому И в сомнениях задались вопросом, кого же они убили Если убитый Иса, алейхиссалям, то где же Титиянус? А если это Титиянус, то где же Иса, алейхиссалям? Среди людей возникли разногласия Одни считали, что убитый был Исой, алейхиссалям А другие утверждали, что это был Титиянус Эти разногласия переросли в большой спор Такова версия этой истории, переданная от Ибн Аббаса, рази Аллаху Анху Теперь изложим вкратце другую версию из книги Араиз, переданную от Вахба, рази Аллаху Анху Всемогущий Аллах сообщил Исе, алейхиссалям, что он заберет его Иса, алейхиссалям, пригласил апостолов и устроил им угощение Он сам ухаживал за ними, лил воду им на руки Аварийю нам стало неловко от таких почестей Заметив их состояние, он попросил своих последователей Не возражать против его услужения им Если кто скажет что-нибудь, тот не мой человек Сказал он и успокоил их Иса, алейхиссалям, пояснил, что показывает им пример Чтобы они также служили друг другу Не возгордились друг перед другом Были готовы отдать жизнь друг за друга После таких наставлений и завещаний Иса, алейхиссалям, открыл тайну Что утром один из них, потеряв веру За небольшую плату, продаст его После этого собрания Масих, Мессия, остался один Иудеи, между тем, везде искали Ису, алейхиссалям Они стали мучить Шамуна, уверенные в том Что он должен знать, где находится Иса, алейхиссалям Также задержали еще несколько апостолов Но все они защищали Ирухуллаха, алейхиссалям, как свою душу Наутро один из апостолов пошел к иудеям и спросил Если я покажу, где Иса, сколько вы мне заплатите? Они посоветовались и решили отдать ему 30 сребреников, дирхемов За эту плату он продал Масиха, алейхиссалям И не имея стыда, утром же отвел их к Исе, алейхиссалям Когда он вошел, дом оказался пустым Поскольку пророка забрал Джабраил, как было сказано выше А при выходе Аллах сделал его похожим на Ису, алейхиссалям И иудеи набросились на него и, повязав как собаку, потащили за собой И хотя он кричал, что он не Иса, алейхиссалям Никто его не слушал Ты же гордился, что оживляешь мертвых и исцеляешь больных Теперь помоги себе, если можешь Злорадно кричали они ему перед тем, как повесить Мать Исы, алейхиссалям, Марьям, с еще одной женщиной Пришли к повешенному и плакали Тут подошел Иса, алейхиссалям, и спросил, по ком они плачут Они ответили, что по нему Иса, алейхиссалям, сказал, что с ним ничего не случилось И рассказал, как Аллах забрал его на небеса А этого человека сделал похожим на него И потому повешенный не он, алейхиссалям Затем пророк опять был вознесен Через неделю Аллах повелел ему Спуститься еще раз на землю И навестить женщину по имени Марьян из Маджалана Мария Магдалина Которая больше всех плачет по нему Иса, алейхиссалям, в свое время исцелил ее мольбой Также Аллах повелел собрать апостолов И поручить им заняться призывом людей к религии Следуя повелению, Иса, алейхиссалям, спустился на гору Маджалан И гора посветилась сиянием На этот свет пришли апостолы И вместе с Рухуллахом, алейхиссалям Провели хороший Маджалис Он поручил каждому призывать людей к единобожию И защищать веру И довел до них повеление Всевышнего Оставив их там, Иса, алейхиссалям, опять вернулся на небеса И праздник, который отмечают христиане Приходится на ту ночь Когда озарилась земля Из-за того, что спустился Иса, алейхиссалям Говорить, что иудеи убили Или повесили Ису, алейхиссалям, неправильно Истина в том Что они убили иудея Которого Аллах сделал похожим на Ису, алейхиссалям Творец народов, аятом Корана, разоблачил ложь иудеев Если бы этот народ мог Он изменил бы этот аят до последней буквы Продолжение следует Спонсором показа видеороликов является Алиэкспресс Покупайте товары Алиэкспресс Ссылка в описании Не забудьте подписаться на канал А также, чтобы быть в курсе новых публикаций Нажмите на колокольчик Мир, милость и благословение Аллаха всем нам Субтитры создавал DimaTorzok